Идти, просто помни, что ты близорукий дальтонник. Будь внимательна, покажи нам перевёрнутое сердечко. Спасибо, мы любим тебя. Да-да-да, бак-бак. Он дрался. Чего там сказали, из-за тебя всё прослушал опять, куда идти? Ненормально всё с игрой, ну ненормально, нельзя так игры делать. Зачем так делать? Непонятно же ничего. Да я мамку твою продирую, на самом деле. Такая же тупая. Ты отстань ты от меня! Какая книга, ты чё, больной что ли? Зачем мне нужны книги? Я и так самодостаточный. Так, дайте послушаем в этот раз. Спасибо за структуру. Говорят, дети подземья. Если вы слышите это сообщение, наша станция пала, где заглочена мутантами. То, кто отправляет этот сектал, последний выживший. Все, кто прикрывал эвакуирующихся граждан, погибли. Выдохнуты, обрушили дуэли, германах. Да, только и могу претаться. Да, я тут был уже. Ну да, точно. Это тот же самый дом, в котором я брожу последние два часа, я застрял. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Сейчас, чуваки, пауза нужна. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Здесь я был. Уже в разе. Спасибо за нас. Семья wreak. Да господи, у меня же скоро фильтры кончатся. В яму нельзя, сюда нельзя. Я был в этой плайне дома? Нет, наверное, я бы тогда зашпанал. Без той хреновины я поднялся. Не, ну что за мудаки, этот левел-то вообще дизайнер. Они совсем отбитые, что ли? Куда идти-то? Везти какие-то тупики, навалено каким-то бетоном, арматурой. Т sukkal. Т sukkal. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не понимаю. Так, сюда теперь показывай. Сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сюда, что ли? Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как будто надо залезать наверх. Это опять крыша. Теперь как будто спрыгивать, но там арматуре, наверное, разобьется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, господи, я слышу, сколько можно-то? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чит за хрень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господи, на это невыносимо смотреть. Неужели так сложно по стрелочке идти? Она тебя выводит на третий этаж, и там сразу же есть спуск. Подсвечен специально фонарями. Спускайся туда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да где спуск-то? Да поможет тебе, господь, дай нас тоже. Я не понимаю, где здесь третий этаж. Это какой этаж-то вообще? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где здесь спуск? Вот стрелочка, всё, она крутится на месте здесь. Какой фонарь? Ты издеваешься надо мной, что ли? Вон, вижу, фонарь лежит у мужика. Пойду туда. Блин, замыкну. По какой стрелочке идти, если она крутится всё время вокруг своей оси? Она же не ведёт в одну сторону. Ну вот, сам смотри. Если не веришь мне. Вот я иду по стрелочке. Теперь она сюда ведёт. Теперь сюда. Теперь туда. Я так могу целый день ходить туда-сюда по твоей стрелочке. Вот. И я снова в это окно свалился в итоге. Не понимаю. Каким подсвечено фонарём? Где здесь написано какой-то этаж? Ну, допустим, это первый. Эх, поднимаемся. Это, наверное, второй. Третьего здесь нет, или это крыша? Допустим, это третий. Этим фонарём, что ли, подсвечено? Вот я пытаюсь идти по стрелочке. Ну всё, я опять здесь. Ну хорошо, давайте все фонари обойдём. Я не знаю, что ещё можно придумать. Так, вот этот фонарь. Здесь нет никакого спуска, очевидно. Давайте его погасим, чтобы он не отвлекал. Синий фонарь. Ну это, да, это просто спуск вниз. Там, где стрелочка крутится, там плиты вниз ведут. Не на крышу лезь, а вниз. Где стрелочка крутится? Нет никаких плит, я здесь уже был. Здесь нет ничего. Ты чё, издеваешься, что ли? Если стрелочка вернется, значит цель находится ниже, хаспаде. Ниже чего? Куда идти дальше? Ниже? Нет ничего, всё. Здесь тупик, здесь какой-то ящик стоит. Какая тупая игра, господи. Зачем вы вообще просили меня в неё играть? Я говняни вообще ничего в жизни не видел. Так, вот вроде здесь. Здесь она вертится. Чтобы, я не знаю, чтобы ты шею сломал и тебя, друзья, в травмопункт по этой стрелочке вели. Серьёзно. Вот этот чувак, он тоже заблудился и умер здесь. Сто пудово так и было. Да почему здесь стена невидимая? я не понимаю. Сколько можно-то, а? Ну что за тупизм? Задонать уже. Куда идти-то? Сколько ещё бегать мне туда-сюда? Давно бы уже задонать. Так, направо, вверх. На ступенчатой лестнице в здании есть дыра или типа того. Посмотри внимательнее на каждом этаже. На ступенчатой лестнице в здании? Я вообще не помню здесь лестницу. Тут, блин, одни плиты лежат. Где здесь лестница-то? Ну, давайте идти на... А, вот ступенчатая лестница, да, и стрелочка сюда ведёт. Дыра в ней, понял? Будем тыкаться с тобой. Нет, здесь не провожу. Нет, это начало урона. Господи, а как назад-то залезть? О, а, вот проход, да. Ладно, будем искать лестницу с тупенчатой. Так. Илья, на земле нарушено магнитное поле, поэтому не верь стрелочке. Там, где ты гасил лампу, дырка в полу, из которой красный свет. Бак-бак-бак, дай-дай-дай-дай. Чуваки! Нет, я не буду показывать сердечко. Другой чувак сказал... Нет, нет, нет. Так не пойдёт. Затанать, где настоящая дырка. В какой свечкой? Каждый зашёл в нужное место, куда я тебе говорил. И в упор дырки в углу правом дальнем не видишь. В каком правом дальнем углу дырку? Ты чё, дурак, что ли? Не было никакой дырки? Я дырки сразу вижу. Я тут ещё самец. Вот я эту лампу гасил. Ну нет тут никакой дырки в правом углу. Ты чё, издеваешься, что ли? И стрелочка сюда показывает. Что думаешь о новом проекте Холландского? Я говорил на прошлом стриме уже. Я не знаю, почему все в полном восторге. По-моему, это вообще не смешно. Такая избитая дресня. Но, собственно, ничего другого от Константина Кадавра даже дать было нельзя. Это мужская копия Зарыковской по юмору. Жалко, что Юра с ним связался. Ну и сам Юра уже совершенно не смешной, а отстойный. Я вообще решил стать этим. Человеком, который обсирает всех. Даже тех, кого все любят и тех, кто считает меня друзьями. Я считаю, что Хованский скатился на самое дно. Да? Да. Окей, вы еще раз подъедете? Слушай, скинь мне смс-кой либо номер своей кредитки, ну, банковские карты, либо... Ну, просто номер я переведу в течение, там, не знаю, часов к пяти, окей? Просто номер и я закину. Угу. Окей. Косарь ровно, да, или сколько там с копейками? Окей, без проблем, все. Извиняюсь, ребят. Бизнес-дела. Че, 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 дурьет? Господи, да... Да отстань от меня, я дырку ищу рядом с фонарем. Да прекрати ты меня увозить отсюда. Ну, только нашел ее. Я уже видел эту дырку, ну, верите? Нет. Уже видел ее, и свет из нее был. Курьер позвонил, просто просил косарь там закинуть. А где теперь-то эта дырка? Я теперь не найду ее снова. Ну, ладно, пойдем и скачем. Тут еще какой-то фонарь лежит. Или это не фонарь? А, что-то какая-то. Да отстань! А че с этой сранью делать? Задонать-те че делать с этой сранью? Она меня увозит постоянно. Не могу больше. Душная игра. Она улетела или че? Где? Ой, я у этого мужика. Тихо, тихо. Че с птицей делать? Лучше задонать-те. Дырку я, допустим, могу найти. Ладно, короче, пойдем смотреть, как Блэк Сильвер проходил. Сейчас, секунду, ребят. Обычная туннельная нечисть. Когда ты не видишь черных вокруг, они... В какой-то части у него. Отличный чекпоинт. И мы пробираемся. Так, побежим на ту сторону. В эту сторону, а? Так, это я вроде проходил. Какой-то честь. Нет, стоп, книга-хранилище. Был я там? Нет, еще не был. Значит, где-то три летсплея назад. Это где-то в седьмой части. Я снова поднимался наверх. В холодные дневники объятия мертвы. Точно, точно, точно. Да-да-да-да-да. Холь, блядь. Сейчас Блэк Сильвер найдет, ребят, потише. Сейчас Блэк Сильвер найдет, вот. Ну все, похоже, приехал. Тобака живущая. Так, расступаем. Что-то мне везет, пока они не могут меня убить почему-то. Дохни, ублюдок. Ну будем этим пользоваться. Еще один отбегался. Да он, блин, иди быстрее, вперед, Блэк Сильвер, ну что-то так медленно. Можно сейчас хапнуть. Я смотрю, уже хапнуть, думаю, что никого нету. Еле играешь, давай, давай. Тут у нас лестница. Только не с той стороны подошел. У меня не было такой лестницы. Надо подобрать, конечно, кто там снизу. Ну да ладно. А нет, полага. Зачищаем. Кстати, там все отравлено. Перейдем, чтобы нас никакой демон зажег на не ухватил. Ага, вниз мы не можем, можем только наверх. Дальше Блэк Сильвер не знает, куда идти. А вы на меня говните. Самое паскудное, где-то здесь летает демон. От которого огребать нежелательно. Сверху демон, снизу фашисты. Хороший автомат сильно выручает. Он очень четкий. Да хватит про автомат рассказывать. Куда идти-то? Ну все, кажется, помещение зачищено. Там я вижу еще патрончики. Подберем. Туда мы и пойдем. Так, он вылез. Сейчас. Секунду. Не помешают. Ааа, ну а че вы сразу-то не сказали? Ну господи Иисусе. Ну че вы сразу-то не объяснили-то? Господи. Сразу бы и сказали, что там. Столько времени потеряли. Сколько стрим идет? Час двадцать девять. Вот час двадцать девять? Вы не могли меня нормально сказать где? Чуваки, ну как вам вообще не стыдно? Я-то вам верил. Говорю, залезайте к нам в метро. Да не буду я этого делать. Иди к своим дебильным стримерам, которые этим занимаются. Тише, отстань. Да я только понял, где? Ну отпусти. Пожалуйста. Не надо. Тут не надо. Ну Black Silver показал мне выход. Паскудная, как сказал Артур. Паскудная мерзость летающая. Уходи отсюда. Уходи отсюда. Уходи отсюда. Уходи отсюда. нет стоп я заблудился сейчас погодите я найду это место вот там где дыра вон она конечно как я сразу не заметил мы все играем дальше чего чего напряглись то ребят пара минут и все уже новые локации считаю с новыми врагами я молчу в чат небольшое приключение никогда не повредить так ну теперь я так понимаю нам туда но я на всякий случай тут посмотрю может постолкаю там лут какой-нибудь интересный сами понимаете откуда он взялся я всех убил да боже мой был же написано пять минут еще не особо не парился а 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 что они я не могу очень сложная игра какая просто невыносимая опять отсюда еще она такая тяжелая то я не пойму еще и сын черт знает где план ничего сейчас справимся сейчас справимся просто на получше немного стрелять стрельбой не получается почему-то уровень сложно что высокий поставил слишком да отстань от меня отстань вообще не интересно она и раньше не интересной была играет а теперь вообще сильнее не играть одно и то же делаешь часами какая существует самая легкая куда там идти-то надо было сюда что там дырак это было в полу да в правом углу здесь 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 не подняться наверх что-ли надо было а вот нет стоп это начал уровнем куда идти я бегу по стрелочке здесь направо а да ё-моё правление пощади игра ну что тут вот вот все надо собраться если в этот раз убьют опять сначала все давайте сконцентрируемся что-то астма какая-то что ли нашего героя мне нравится как он дышит я конечно не пульмонолог или как этот врач называется но его дыхание напоминает старого деда во время пневмонии ай-яй-яй ай-яй-яй ай-яй-яй-яй ой значит за дело ты умереть должен был я в упор выстрел в тебя из дробовика вот этот чувак все правильно сделал раком залез под шконку так на я не помню находила я тут что-то или нет надо дальше пробиваться чё ж вы так близко прошла же не было вас отстань те этот меня вроде не видит нормально чё у меня лечилок нету больше прошла севкать яму свалился может мне вообще не туда надо я как это из фильма какого-то все время с планшетом как мужик ходил все время что-то записывал не помню что за фильм а настоящий детектив сериал там один из героев любил записывать все большую книжку я правда не понял о чем сериал но здесь машина хотя бы не взрываются как в фоллауте и то хорошо ау не не одевай натягивай нету больше что ли господи беги тогда на птичке все опять сначала но не повезло может в этот раз повезет слишком долго я видимо бегал по этой по дому поэтому из-за этого кончился газ но мы сейчас все быстро так постелс в в в в в в куда идти-то надо было а вот тихо да ну там противогаз один был илья я на тушенции как англозе а ведь за в школу скажи как быстро протрезветь никак причем все завтра только в школу зачем тебе трезветь можешь вообще пьяном школу ходить никто тебе ничего не скажет это школа же они работа можешь вообще блевануть учительница на стол в школе может делать все что угодно никто тебе за ничего не сделает так ну со свежим противогазом полегче блин где-то выход стоп я по этой поднимался кажись туда куда-то ну вылезай ну расчастье ладно все пойдем с автоматом быстро пробьемся я думаю почему на каждом из них из тех кого я убиваю нет противогаза это было бы честно господи от взялся почему он загорелся надеюсь этой машины не взрываются все я вообще ничего не вижу да не только не это дресня отстань от меня лети на них вот так держать так держать так господи куда дальше туда куда то встань я не знаю спрыгивать или нет нет опять туда ну и все ну легко же теперь мне было ясно что черную станцию уже заняли фашисты но раз улман ждал меня там я должен был рискнуть ради уровня я готов рискнуть тут было много риска в этом уровне и я так вам скажу было непонятно куда идти потом враги были очень злыми постоянно летали драконы но если я дошел до суда то я дойду до всю за что за что ты а что так долго и где павел неужели он ладно об этом потом так ощущение что диалоги для этой игры писал тот человек что диалоги для аморального грабежа тебе придется действовать одному прости уж аморальный грабеж в темноте будет легче проскочить охрану вот возьми я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полюсу все оружие с глушителем и так поехали я видел что банки какие-то повесили на этом может мол даже он еще ребят погодите а а а а а а у них гранаты есть оказывается первый раз кинули я не ожидал не чаще разберемся а что так долго и где павел неужели он ладно об этом потом положение ухудшилось фашисты просто заполонили станцию тебе придется действовать одному прости уж выруби генератор в темноте будет легче я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полюсу кто это ловушка это не так просто ее обойти да кто стреляет то я не понимаю как будто в фильме джейджей абрамса у меня повсюду с а наверно я могу снять эту хрень скажи кровь остановить блин еще 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 кровь остановить ты видел что отечественные врачи то делают бам по морде и все кровь ему остановить мы все носим броню снимаем бронежилет раздеваемся до головы все равно остаемся в панцире с головы до пят мы боимся раскрыться перед другими боимся показать свои чувства боимся что другие догадаются что мы думаем но я не гей я не могу больше эту срань читать это просто записки как-то нюни вонючие я полтора часа потратил на то чтобы дыру найти в полу а он ноет что они в панцире как он прият тоже мне проблема в панцире черепахи всю жизнь живут в панцире ничего бум бум поможет бам облака у нет это а у а б б б б б б Тихо, тихо, тихо. Ну, остановись. Мне, говорит, генератор сказали отключить, чтобы легче было, но... Блин, а если можно еще не отключать? Ну, видимо, это генератор. Да елки-палки. Да я не коммунист. Опять их в фу его куча пришла. Ах, ты сволочь! Почему они продолжают говорить после смерти? Это из-за того, что Артем мучается совестью. Не хочет никого убивать. Граница станции. А, вот генератор. Такая адресня похожа на генератор. Блин, такие уровни мне нравятся гораздо больше, чем то, что было на земле. Здесь прям чувствуется этот дух. Я как вижу эти вагоны, да еще и в таком качестве. Мне просто хочется лизнуть. Настолько все круто сделано. Имба-симулятор метрополитена сделал, чтобы просто ездить можно было туда-сюда. Посмотрите, как аутентично. Все. Так, чувак мне говорил, что если стрелка ведет туда, куда нельзя пройти, надо спускаться вниз. Посмотрим, насколько дельный этот совет. Мерзкий. Ничего, найдется. У меня на мутантов чутье. Но где же эта свинья зарылась? Да вот я, блин. Мне бы самому понять. Куда? Я спалился. Зажигалка выдала меня. С потрохами. Меня не позовидаешь. Тактически грамотно я сейчас действовал. Отошел. Чуть назад. И в итоге левый чувак не мог в меня попасть. Ну, это потому что я умный. Так, куда дальше-то? Надо пробовать. Что я подобрал. Не знаю, ключ какой-то возможно пригодится. Последняя. Последняя. Красная нашего убил. Блин, стрелять тут неудобно. Не знаю, почему, но прям чувствуется, что эти люди были причастны к сталкеру. Они ведь имеют какое-то отношение к нему? В сталкере было неудобно стрелять. Здесь неудобно стрелять. Как его расколбасило-то? Чувак, извини. Никто не заслуживает тверкать. Вот так. Ножи. Надо было, кстати, ножи собирать. Всякие динамитки дать. Но я даже не помню, на какую кнопку это делается. Настолько мне лень. Очередная дыра. Ну ладно, давайте сразу слезем. А то потом искать ее буду 10 лет. На всякий случай. Начинаем зря. Вообще, я не понимаю, чем я занимаюсь. И ради чего? Бурбон-то все равно мертв. Уже как бы его не вернуть. Поэтому я лично не вижу никакого смысла в том, что я делаю. Можно было просто сидеть себе на станции и не париться. Вместо этого лазим. Туда-сюда. Удивительно то, что в ремастере, то есть в игре, которая выглядит симпатичнее, она действительно выглядит симпатичнее оригинала. Я сейчас смотрел у Black Seed'a'a Уфы, и там такая, ну так себе игра графически. Я помню, что она была не особо красивой. Так вот, удивительно то, что в ремастере самый клевый момент, который был, ну, где-то в уровне 4 назад, когда мы впервые встретили Хана, умудрились сделать говнянее, чем в оригинале. То есть в ремастере этот момент, где они идут по метро, и там духи типа появляются, он полностью засран. И это не у меня на компе, поверьте, я проверил. Он вообще сделан хуже. Донат в чё-то давно не было, я уж начинаю думать в Counter-Strike пойти играть. Чё, мы уже приехали куда-то, что ли? Открывай! Даже если отец и мать ненавидят и бьют чадо своё, чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Я согласен. На меня эта агитация действует. Если это был бы рекламный слог на Единой России, то... Илья, сколько тебе задали, чтобы ты захватил в Макс Пейн-3? Не знаю. Давай их тысячу. Тысячу. Двести я пройду Макса Пейна-3 на самом высоком уровне сложности. Всё зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдём. Тут небезопасно. Чё? Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости. И в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Причём тут листья какие-то. Я выполнил свою миссию. Я так понял, чёрные это на самом деле неплохие ребята. Так всегда и бывает. Сначала ты к чёрным относишься с предубеждением, а потом такое типа. Чёрные это неплохие. Ребята, видели картинку? Ааа, ещё я найду. Погодите. Блин, у кого она была-то? У маргинала, что ли? Ща. Во! Ну, кто-нибудь, может, не видел, не знаю. Все, наверное, видели уже. Про чёрных, которые как бы... Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова